здравствуйте дорогие братья и сестры на библейский портал и гизгет пришел вопрос что значит что значит искушать бога чем это грозит человеку который это делает ну прежде всего конечно нам вспоминается искушение дьяволом господа иисуса христа когда он повел его в Иерусалим поставил на крылья храма как описывается в евангелии от луки в 4 главе и сказал ему если ты сын божий брось отсюда вниз ибо написано дальше стана цитирует 90 псалом ангел с вами заповедует о тебе сохранить тебя и на руках понесут тебя да не приткнешься камень ногой твоей иисус сказал ему в ответ сказано иисус цитирует шестую главу книги второзакония не искушай господа бога твоего и окончив свое все искушение дьявол отошел от него до времени вот сатана искушает человека для того чтобы человек погиб бог как говорится в послании апостола якобы не искушает никого потому что сам не искушается и человек каждый искушается своей похотью тем не менее в библии мы встречаем например такие слова и искушал господь бог авраама когда речь идет о жертвоприношении сака на горе моря и мы в молитве очень наш данный нам самим иисусом христом читаем и каждый день мы много раз об этом просим и не веди на свои искушения о чем идет речь речь идет о двух совершенно разных явлениях враг искушает человека чтоб человек погиб бог допускает это искушение для того чтобы человек стал крепче вот когда мы просим не веди на свои искушения мы просим о том чтобы бог не попустил нам войти в то искушение, которое мы не вынесем. Когда Бог испытывает в этом смысле, то есть искушенный, значит испытанный, испытывает Авраама для того, чтобы явить его великую любовь к Богу, он так и скажет потом ему, я познал, как ты любишь меня, как ты верен мне. Вот он попускает ему пройти через это страшное искушение, когда Авраам поднимет нож над своим связанным единственным сыном Исааком, в котором ему обещано все наследие. И когда человек искушает Господа, это совсем другое явление. Человек искушает Господа, когда требует от него чудо. В чем было искушение, которое сатана предложил Иисусу? Бросься вниз, потому что вот, обещал же Господь, ты же праведник, на тебе это должно исполнится. И когда человек требует от Бога чуда, вот сделай так, как я хочу, там, переступи через твои же собственные законы, сделай так вот. Это называется, сохрани мне жизнь. Называется искушать Господа Бога. Чаще всего в нашей современной практике это встречается тогда, когда человек увлекается экстремальными видами спорта. Ради тщеславия, ради адреналина, ради того, чтобы выложить ролик в сеть, и все удивлялись и тебя прославляли, человек свою бесценную земную жизнь, вместо того, чтобы потратить это время и эти ресурсы, которые он потратил, покупая оборудование или залезая на высокую гору, на милость, на милосердие, на помощь ближним, на сострадание, на время потратить на изучение Слова Божия, он вот ставит Бога как бы перед таким выбором, что ты должен меня сохранить. И, конечно, это зло для человека, потому что это дерзость, это не дерзновение. Бывают святые, которые как бы требуют от Бога чуда. Вот известно, например, как молился у адрабальных людей, особенно детей, дерзновенно святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он говорил, Господи, вот не знаю, какова твоя воля, но исцели этого ребенка. Или как Моисей говорил о том, что если ты погубишь этот народ, который оказался тебе недостоин, то и меня вместе с ними. Господь им говорит, я от тебя произведу новый народ. Он говорит, нет, Господи, вот так. И Господь меняет свою волю. Это дерзновение, оно основано на праведности, чистоте души, на глубоком знании и умении разговаривать лично с Богом, и на любви к другому человеку. Отсюда рождается такое дерзновение. У человека неочищенного от страстей, у человека грешного, у человека, не знающего Господа, это дерзость. А дерзость, конечно, наказуема от Господа, потому что безумный человек не готов еще к чуду. И на самом деле не чудо должно рождать веру, хотя и так бывает промыслом Божиим, но глубокая, крепкая вера рождает чудо. И, может быть, самым дивным объяснением того, как это происходит, безопасно для человека, является песнь трех отраков в печи Вавилонской из книги пророка Даниила, когда они говорят, мы согрешили, мы каемся, мы виноваты. Господи, мы знаем, что Ты можешь сотворить чудо и сохранить нас живыми среди этого пламени. Но даже если Ты его не сотворишь, мы Тебя все равно любим, Тебе верны и в Тебя верим. То есть, неважно, есть чудо или нет, мы все равно Тебе верны. Не в этом мы Тебя любим, не потому что Ты творишь чудеса и хранишь наши жизни, а просто потому что мы Тебя любим, потому что мы Тебе верны, потому что Ты любишь нас. Вот здоровый человек духовно никогда не будет искушать Господа. Если надо, он будет рисковать жизнью на войне, в экстремальной ситуации, просить у Бога помощи, когда надо кого-то спасти, когда надо сохранить жизнь человеку, который от Тебя зависит. Но это, полагаясь на волю Божию, конечно, это уже не будет искушением Господа. Это будет дерзновение, потому что творится ради любви. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.